Доброе утро, дорогие друзья! Всем здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на нашем прямом эфире. Надеемся, что у вас отличное настроение, потому что у нас оно отличное. Будем передавать его вам, будем заряжать прекрасное настроение всех. Меня зовут Елена, я национальный клиент-менеджер компании Цепта Россия. Меня зовут Гарен, я просто любитель поесть и покушать. И поготовить, кстати, тоже. Да, отлично. А что же мы приготовили для вас сегодня? Карен, расскажите, что будем готовить, чем будем удивлять наших зрителей? Мы будем готовить волшебный посудецептор, говядину, какому-нибудь соусу. Наверное, в вкусном соусе. В вкусном, наверное, горчичном, судя по горчице, и медовым, судя по меду. Да, тут масса ингредиентов, скажу вам по секрету, пока еще этого, наверное, не видите. Ну что же, мы, наверное, начинаем. Да! Поехали, кухня в вашем распоряжении. Поехали, друзья, я буду с вами читать комментарии от вас и передаваться в Карен. Поехали. Нет, передавайте. Передавайте ваши комментарии, я всегда рад их видеть, слышать. А главное, будем готовить. Ага, секундочку. Так, все пока подключаются. Всем доброе утро. У кого-то добрый день, у кого-то вечер. Вот и Карен подключился. Вот и я подключился. Итак, сегодня у нас есть говядины, есть волшебные овощи, есть перец болгарский, помидоры, перец чили, немножко зелени. У нас есть еще шампиньоны, газонический уксус, специи, которые делают вкусно все, любое практически блюдо. Итак, займемся. Делаем сначала заправку для мяса. Для этого мы берем мед. Кстати, волшебная посуда Барон коллекции, очень удобная. Можно подавать, можно готовить, все, что угодно. Добавляем туда немножко горчицы дижонской, как правило. Замечательно. Дальше добавляем туда уксус бальзамический. Чуть-чуть буквально, чтобы только запах стоял. И сладкая, копченая сегодня паприка. Ну, немножко, чтобы тоже придать вкус и аромат нашему блюду. Это все перемешиваем и оставляем, чтобы все эти ингредиенты, так сказать, взаимодействовали с собой и порадовали нас, но чуть позже. Итак, мясо, в первую очередь. Мясо. У нас есть мясо, которое всегда хранится в вашей посуде Бакси для хранения продуктов в вакууме. Оно у вас мариновалось там? Нет. Просто хранилось? Просто мясо, да. Супер. Это просто мясо. Мы берем это говядина. Судя по всему. Что мы делаем? Немножко перца. Ах, да, чуть не забыл. Мы уже в посуде готовим. И сегодня посуда ГОК. Сегодня мы будем готовить ГОКи. Очень интересный ГОК. Восточная кухня. Азиатская, я бы даже сказал. Мы сейчас включим плиту. Пусть она разогревается на 180 градусов. И посуда сотейник. Она же сковорода. Дубль и ровная. Тоже удобная. Мы ее включаем. Ставим на 110 градусов. Замечательно. И дальше у нас идет процесс заправки мяса. Немножко перца горошком. С топки мы замечательно перемалываем. Потому что самая полезная и душистая горчица происходит тогда, когда свежий. Доброе утро всем. Да, свежий ее используешь вот таким образом. Соберем всю горчичку. Все очень удобно, быстро, красиво. Теперь нам надо дождаться, пока посуда нагреется. А как мы узнаем, что она нагрелась до нужной температуры? Как мы узнаем? Ну, просто возьмем воду. Кстати, та же коллекция ворон. Коллекция ворон. Ворон это великолепная креманка. Ворон практически на все случаи жизни. Да, из металла Цепкова 316. Значит, как мы узнаем, что нагрелась наша посуда? Давайте проверим. Пока нет, мы сейчас будем наблюдать эффект Ленденфроста. Что это за эффект интересный? Это кризис кипения воды. Если мы капаем на раскаленную поверхность. Смотрите, друзья. Получается вот такой эффект между водой и нагретой поверхностью, которая выше температуры кипения воды, происходит воровая подушка. И вода не выкипает, а просто катается по поверхности. Как же мчужина? Нагрелась. Берем и закладываем мясо. Замечательное мясо мы положили, пусть оно шарится. А мы поймемся овощами и гарнирой. Мы сегодня будем делать овощ. А овощ это у нас что? Это быстрое приготовление. Это очень хорошая температура. Для этого мы просто нарежем наши замечательные овощи. Нарезка может быть любая, но она не должна быть очень крупной. Потому что это щадящая система приготовления при высокой температуре. Хотя и, как правило, при большом количестве кипящего масла. Мы здесь не используем кипящее масло, потому что это не сильно полезно. Но говорят, что для здорового оба жизни в бок гораздо полезнее даже масло, чем просто приготовленные продукты. Почему? Потому что температура, масло высокое и овощи быстро обжариваются в течение нескольких минут. А у нас уже тут все хорошо. Для того, чтобы у нас... Я немножко добавлю воды для смазочек. И у нас пошел процесс. Обжаривание со всех сторон. Вот, мясо обжарилось. Замечательно. И, да, у нас еще и овощи. Мы провожаем процесс с овощами. Здесь у нас есть помидоры. Сделаю немного потише. Пошли ароматы замечательные. Да, ароматы уже очень вкусные. Да, хорошие ароматы. Такими крупными кусочками все прорезаю. Помидоры. И, естественно, все это будет жариться у нас в этом получаемом воде. Да, все отлично. Все отлично. Я думаю, что здесь у нас сотейники тоже все хорошо. Можно сделать сотейшин. Да, мы можем убавить температуру до минимальной. Сотейник у нас уже разогрелся, потому что посудо очень быстро аккумулирует тепло от источника нагрева. Очень равномерно передает его продукту. Сейчас что мы делаем дальше? Да, немножко у нас еще... Что у нас здесь? Перец. Замечательный перец. Перец. Острый. Мы его удалим. Косточки. Обязательно. А то слишком остро будет. И, естественно, шарпиньоны. Я говорил чуть раньше. Мясо у нас обжарилось. И мы перекладываем его вот в эту посуду. Немножко добавим масло, ой, то есть масло, в нем воды. Чтобы... Чтобы... Мы сейчас используем вот эту вторую посуду для того, чтобы, так сказать, произошел процесс заготовки самого мяса. И для этого мы добавим немножко сюда вот нашего вот этого соуса волшебного. Волшебного соуса, который обвалайкивает мясо и делает его вкусным. Вот эти могут достать. И накрываем крышкой. Дальше пошел процесс приготовления. Что мы делаем с посудой? Мы немножко ее спрятаем. И добавляем сюда наши волшебные овощи. Добавляем овощи. И идет процесс приготовления в бок. Дальше мы не забываем, правда, оценный шампиньон. Который просто достаточно на верхней четыре части. И давайте сюда же. У нас будет полезная такая пища. Потому что польза не только от того, что она вкусно приготовлена, но еще должна она приносить какие-то литамины, которые, как правило, при долгом приготовлении убиваются и, к сожалению, не доставляют нам того удовольствия, которое нам бы хотели. Не доставляют той пользу, которую нужно доставлять. Да, именно пользу. Потому что я люблю вкусно поесть, но при этом хочется еще, чтобы это было просто полезно иногда. Что я добавляю? Что я добавляю? Да. Мясо еще добавим. Немного чеснока. Разбавлено. Волшебный пиццер тормозом. Сантоку. Нашу сантоку коллекции Резолю. Да. Мы же, наверное, обратили внимание, какой он острый. Также мы добавляем в мясо веточку, например, розмарина. И процесс идет. Замечательно. Температура здесь хорошая. И сюда мы добавим еще азиатскую кубку, соответственно, имбирь. Которая даст аромат нашим обещаниям. Бустая вода. И, естественно, когда происходит приготовление в посуде ВОК, скажем так, техника stir-fry, которая присутствует в китайской кухне. То есть быстро наобзаривание. Но она классическая, когда есть масло. Когда там жидкость кипит, бурлит. Но мы масла не добавляем. Поэтому у нас будет такой сиящий вариант. Сейчас все это нагреется замечательно. И мы пойдем дальше. Также сюда не забывайте добавить немножко соевого соуса. И, собственно говоря, вот и все. Мы опять отдыхаем. Мы опять отдыхаем. А Лена нам что-нибудь сейчас расскажет, наверное, интересно. Да, нас тут спрашивали, в какой посуде мы готовим. Давайте еще раз скажем и покажем, что мы сегодня готовим в посуде ВОК. Эфир мы обязательно сохраним. Посуда ВОК. Фантастическая посуда. Массу блюд восточные. Да не только восточные. На самом деле кухню можно готовить в этой посуде. У нас еще много эфира впереди. Я уверена, что мы что-нибудь покажем еще в посуде ВОК. Обязательно покажем. И также мы используем сотейник. Наш универсальный незаменимый сотейник Z2020 диаметром 20 сантиметров. С уротехнологией. Очень незаменимая вещь, которая должна быть, я считаю, мы все считаем в каждом доме. И любая даже первая покупка начинается именно с этого сотейника у наших покупателей. Уротехнология, антипригарная технология не позволяет продукту пригореть. Мы не используем, да, здесь никакого покрытия не наносится. Поэтому вы можете быть уверены, что ничто не попадет в вашу пищу, если вы жарите ее в этой посуде. Это металл 316L, хромникель, молибден, обладающий уникальными антикоррозийными свойствами. Гипоаллергенный, устойчивый к физическим, химическим воздействиям, нейтрален, не вызывает аллергии. Что мы делаем? Я пью волшебную воду. Из креманки барон? Да, из креманки барон, во-первых, во-вторых. Из очищенной системы аквина, наша цепторская. Если у нас пошло кипение, активная система установлена, это львасы и армейник. Водопровод? Очень удобно. Да, очень удобно. Мы имеем чистую воду, ставим на нашу кухню. Совершенно верно. Теперь добавим еще немножко петрушки. И немножко петрушки вот сюда, в ступку. Также на ступку положим несколько веточек листьев, как я уже сказал, базилика. Почему в ступке? Спросите вы. Отвечу. Потому что для того, чтобы любая специя дала свой аромат, надо ее немножко отстолочь. Вместе с кирсом мы это делаем. Буду успешно, если мы таким образом подвергнем механической обработке, она даст совсем другое. О, сейчас аромат пошел. Теперь пошел аромат. Реальный аромат. И здесь у нас пошел процесс. Вот вы наблюдаете. Вы наблюдаете? Наблюдаю. Видите, как все красиво и интересно. А какие ароматы здесь стоят? А ароматы здесь стоят волшебные. Мясо. А здесь какие ароматы стоят? Фантастические. Фантастика. 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 Далее. Далее, кстати, вы знаете, что организм хорошо себя чувствовал, нужно пить можно больше воды. Да. То есть, какие-то минимальные количества воды, кстати, минимальные количества воды? Минимальные – это 30 мл на килограмм веса, поэтому каждая индивидуальная норма. Но сейчас летом тепло, жарко, да, мы теряем больше влаги, поэтому рекомендуем пить больше воды, 40 мл на килограмм веса. Кстати, о воде. А вот, кстати, и волшебные бокалы «Принц». Волшебные бокалы «Принц» – это великолепие, которое украсит любой ваш ужин, обед, завтрак, неважно, какой напиток вы пьете из этих бокалов. Это может быть простая чистая вода, она принесет вам еще больше удовольствия, наслаждения, если вы пьете ее из таких прекрасных бокалов. У вас есть фантастика. И немножко этой волшебной воды я обязательно добавлю вот сюда, потому что у нас сейчас образуется соус. На самом деле у нас блюдо практически готово. Я добавляю немножко крахмала, чуть-чуть. Перемешиваем. Аромат пошел? Аромат уже вовсю идет. Еще 2-3 минуты, и у нас блюдо готово. Каре, нам написали стихотворение. Сергей пишет. Если бы я был поэтом, я бы написал так. Гурманов вкусовой рецептор страдает без посуды. Какой? Цептор. О, фантастика. Молодец, Сергей. Спасибо, Сергей. Я к вам приеду в гости и буду на вашей кухне готовить. Это у нас называется домашняя презентация. Далеко. Никуда не уходите, я скоро буду. Еще одно стихотворение. Еще одно. Чтобы вверх стремился счастье вектор, готовь еду в посуде. Цептор, видимо. Замечательно. У меня тут уже все практически готово. Практически готово. Мясо. Мясо. Сейчас мы покажем мясо. Вау. Это выглядит вкусно. Я уже хочу. Есть. Что-нибудь еще расскажете нам, Лена? Здорово. Нас тут... Кстати, вот эта вот посуда, бокалы, которыми будем сервировать сегодня наш маленький импровизированный стол, не только ограничиваются комплектом ворон и принц, о котором мы говорили, вот эти волшебные ворон и принц, но еще и есть замечательные бокалы, которые буквально, как они называются? Магическая гармония. Магическая гармония. В чем их отличие, знаете? Давайте покажем. Здесь и металл, и хрусталь, стекло. Металл и стекло, да. При этом мы можем, так сказать, при ноженном, посуде в ручной машине или удобства, мы можем снять ножку. Это вау-эффект, друзья. Вы посмотрите, каким образом, буквально легким движением руки мы можем отсоединить ножку. Бокалы для шампанского, которые можно менять встань, взаимозаменяемые. Взаимозаменяемые. Естественно. Бокалы для... Для виски? Да, для красного. Давайте покажем бокалы для виски. Для виски. Давайте покажем. Великолепно. А давайте покажем бокал для белого вина. Вот мы с вами взяли для красного, чуть поменьше. Какая красота. Я кручу-верчу. Красиво поставить хочу. Александр нам пишет, всем вкусного утра, как аппетитно выглядит. Хорошо, что я успел позавтракать. Да, друзья, хорошо, что мы успели позавтракать. Дальше, если надо довести до готовности, термоаккумулярующий дно в посуде, дальше сделает само, потому что оно толстое. Да, это трехслойное дно, три слоя. И теперь можно при выключенной плите довести до готовности любой практический продукт. Да. Это очень удобно. Посуда доготовит сама. Да, да. Отлично. Итак, сервировка. Мы готовы уже к сервировке? Я готов. Отлично. Таким образом мы сейчас сервируем. Здесь вот так вот поставим красиво, а потом вот здесь вот так вот поставим. Здесь же красиво. Сегодня наш волшебный фарфор. Наш великолепный фарфор. Совершенно верно. Это у нас коллекция «Империал». Чуть-чуть упустил. Один момент. Мне же надо сначала нарезать мясо. А, ну вот так вот сделаем все. Еще красивее. Должен красивее. Пробую вам показать. Что? Сейчас все будет. Сейчас все красиво, волшебно. Интересно. Итак, сначала овощи. Ароматы. Ароматы потрясающие. Потрясающие. Далее у нас идет... Карен, нас в Омск приглашают. Легко. Спасибо большое, Елена. Карен согласен. Я тоже. Берем вот это фантастическое мясо. Нарезаем его тонкими слайсами. Обязательно. Какая прожарка? Я такую люблю. Кто хочет, чтобы прожарка была чуть более серьезной, можно оставить... Наставить подольше. Подольше, да. Оставить совершенно справедливо. Совершенно справедливо оставить подольше. Мне вот такая прожарка очень нравится. И немножко кунжута. Немножко кунжута. Нас спросили, для чего мы добавляем в овощи крахмал. Так как это азиатская кухня, соответственно, крахмал нужен для того, чтобы он не оставил соус отдельно, а овощи отдельно. Таким образом соус обволакивает каждый кусочек и практически, смотрите, практически не растекается. Да. Вот таким красивым вариантом. Красота. Да. Еще у нас здесь есть волшебная вещь под названием... Практически готова. Простое, легкое блюдо, которое мы приготовили сегодня для вас. Буквально за 20 минут. Буквально за 20 минут. Да. Давайте немножечко поближе покажем. Да, пожалуйста, покажите поближе. Рабочий носок все должно быть чистым, потому что... Друзья, посмотрите, какое это великолепие, которое может быть на вашем столе, на вашей кухне каждый день. Да, друзья, слюнки у нас у всех текут, конечно. Вы представляете, каково мне здесь стоять? Это нереально. Это нереально. Нереально. Это очень вкусно, великолепно. Это очень вкусно. Это полезно. Это главное быстро. И в нынешних условиях, мне кажется, совсем недорого. Да, конечно. А главное, да, самое главное – это здоровье. Это самое главное, потому что без здоровья и в нынешней ситуации, и вообще каждый день нам будет сложно жить и радоваться жизни. А радоваться жизни надо. На этом я удаляюсь из кадра. Живите лучше, живите дольше. И буду рад вашим лайкам и сердечкам. И обязательно приду к вам снова в эфир. Зовите, приеду, приготовлю дома. Редактор субтитров А.Семкин